в этом выпуске вы узнаете о том то что банк россии усилит контроль над операциями с валютой также я вам расскажу какие стоит соблюдать меры ограничения чтобы вас не передали на рассмотрение и в конце я вам расскажу как будет работать фондовый рынок в новом формате друзья всем привет рад вас видеть на моем канале и возможно кто-то из вас уже слышал то что центральный банк предписал банкам усилить контроль за операциями с валютой и кредитные организации вправе блокировать подозрительные платежи и так давайте с этим разбираться банк россии рекомендовал банкам усилить контроль за транзакциями направленными на обход специальных экономических мер принятых властями для прекращения оттока валюты за границу сейчас банкам необходимо следить за операциями как физических так и юридических лиц и при выявлении таких операций банки смогут вас заблокировать особенно банки будут обращать внимание на попытки вывода активов организациями резидентами недружественных стран россии и на данный момент этих стран 48 штук поподробнее вы сможете ознакомиться с ними на википедии ссылку я вам оставлю в описании под этим видео сейчас я кратко пробегусь то что центральный банк рекомендует банкам первое это обращать повышенное внимание на операции физ и юрлиц направленных на обход специальных экономических мер в том числе ограничений по валютным операциям второе то что рекомендуют это обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов различные аномалии в транзакционной активности изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера примеры таких аномалий это относится ко второму пункту это не характерны для частого потребления рост объемов и однотипность операции связанной с приобретением товаров то есть простым языком говоря они будут обращать внимание на перекупов но и при выявлении таких вот операций банки должны провести углубленную проверку в отношении клиента и при необходимости они имеют право отказать в проведении операции и направить эту информацию в росфин мониторинг ну и последнее при отправке данных банки должны отдельно помечать сблокированные операции такая подобная практика применялась уже в двадцатом году когда банки направляли в росфин мониторинг сообщение о сомнительных операциях со специальной маркировкой к вид тогда кредитные организации должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией а сейчас это все будет происходить с валютой ну и кроме всего этого центральный банк расширяет степень контроля за введенными ограничениями не только со стороны операционных служб банков но и комплекс подразделений тем самым снижая риски обхода мер через дополнительную ответственность банков уход западных компаний и введение сша а также странами европы запрета на поставку в россию предметов роскоши приведут к дефициту многих групп товаров в россии и желанию заработать на этой ситуации ну и как вы могли догадаться могут расцвести черные а также серые импорты когда санкционные товары будут возиться гражданами для якобы личных нужд и в россии уже известны случаи когда компании импортеры для оплаты контрактов иностранным поставщикам используют платежи через многочисленных подставных физических лиц которым возможно делать платежи на сумму до пяти тысяч долларов но сейчас вы узнаете какие следует соблюдать меры чтобы не попасть кому-то на карандаш и как большинство из вас знают россия ввела ограничительные меры чтобы пресечь отток средств из страны физлицам резидентам страны разрешено переводить валюту на свои зарубежные счета и осуществлять конвертацию если такой счет открыт до 1 марта 22 года и задекларирован в налоговой также разрешено принимать на свои счета за рубежом валюту видео зарплаты от иностранных организаций также арендной платы купоны и дивиденды по ценным бумагам и другие процентные платежи и перевести валюту на чужие счета включая родственников можно в эквиваленте до пяти тысяч долларов в месяц а вывозить из россии наличную валюту можно в эквиваленте не более десяти тысяч долларов приобрести ценные бумаги и недвижимость у резидентов недружественных стран о которых я говорил немного раньше которые вели санкции можно только с разрешения комиссии правительства ну и последнее если вы являетесь владельцем компании то компании могут переводить валюту на свои иностранные счета если эти средства нужны для финансирования деятельности филиалов и представительств ограничение объема средств не должен превышать размер финансирования за предыдущий год а наличную валюту то есть доллары и евро фунты стерлинги и иены компании и индивидуальные предприниматели могут получить в эквиваленте до пяти тысяч долларов и только для оплаты расходов в командировках за границей ну и пока этот порядок введен до 10 сентября текущего года ну и сейчас переходим к последней новости в интернете сейчас сходит информация то что россия откроется в новом формате фондовый рынок россии может возобновить работу в новом режиме и для этого будут созданы два фондовых рынка один для трейдеров внутри страны а второй рынок вне страны как утверждает данный источник подобная схема используется в китае и сейчас банк россии обсуждает разделение рынка акции для резидентов внутри и для нерезидентов за ее пределами это нужно для того чтобы предотвратить панику среди российских инвесторов после открытия мосбиржи когда иностранные держатели бумаг российских эмитентов будут массово выходить из активов и когда рынок почувствует себя более уверенно необходимость в разделении рынка отпадет то есть этот рынок снова станет одним решение о том признавать ли дочерние предприятия российских брокеров резидентами или же нерезидентами еще пока что не принято точную дату открытия назвать сейчас не может никто но как мне кажется это будет конец марта торги сейчас на российском фондовом рынке не проводятся уже три недели последняя торговая сессия была 25 февраля когда рынок отскочил на 20 процентов но накануне 24 февраля после объявления о нападении россии на украину он рухнул почти на 35 процентов это очень большие показатели ну и глава центрального банка эльвира набиулина в пятницу сообщила что с 21 марта фондовой секции биржи стартуют торги облигациями федерального займа банк россии запускает программу скупки рублевого госдолга для поддержки рынка и после стабилизации ситуации на финансовых рынках портфель облигации будет продан и на этом если вам было интересно эта информация то поставьте лайк под видео и подпишитесь на мой канал увидимся с вами в следующем видео всем пока